Издательство «Эксмо» представляет «Марио Пьюзо. Шесть могил на пути в Мюнхен». Читает Александр Мозгунов Проснувшись утром, Роган обнаружил, что страдает от сильнейшего похмелья. Ощущение было такое, будто все тело набито сладкими гниющими виноградинами. Голова раскалывалась от боли. Он застонал. Обнаженная женщина рядом что-то сочувственно пробормотала. Потом перегнулась через край кровати и достала наполовину пустой кувшин, из которого они пили вино ночью. «Вот, выпей», — сказала она. «Это единственное лекарство». И, показывая пример, сама отпила из кувшина, а потом протянула его Рогану. Он поднес его к губам, отпил несколько глотков, и головную боль как рукой сняло. Опустил кувшин на пол, начал целовать пышные груди женщины. Похоже, они вобрали весь аромат и сладость винограда. От всего ее тело призывно пахло вином, точно она сама являлась его сущность. Роган, улыбаясь, смотрел на нее. «Ты кто?» — спросил он. «Я миссис Дженка Барри», — ответила она. «Но можешь называть меня просто Лючия». В этот момент в запертую дверь постучали. Она улыбнулась. «А вот и мой муж пришел вознаградить тебя». Лючия побежала открывать дверь. Роган потянулся к пиджаку, висевшему на стуле, достать Вальтер. Но не успел он этого сделать, как дверь распахнулась, и в спальню вошел Дженка Барри. За его хрупкой фигурой маячили двое здоровенных мужчин. По виду сицилийские крестьяне, сжимавшие в руках ружья. В одном Роган узнал Тулио. Он смотрел на Рогана ничего не выражающим взглядом. Дженка Барри уселся за туалетный столик жены и, добродушно улыбаясь, принялся рассматривать Рогана. «Не бойся», — произнес он после долгой паузы. «Я не принадлежу к разряду ревнивых сицилийских мужей. Сам видишь, больше не могу исполнять супружеские обязанности. Я человек гораздо более широких взглядов, нежели мои земляки». «Так что разрешаю своей жене удовлетворять естественные нужды на стороне. Но ни с кем-либо из наших, местных. И всегда тайна, а не открыта». «А этой ночью, знаете, просто испугался, что мою бедную Лючию, опьяненную молодым вином, унесет в порыве страсти. Однако ничего, все обошлось. Вот твое вознаграждение». И он швырнул на кровать туго набитый деньгами кошелек. Роган не притронулся к нему. Джен Кабарь обернулся к жене. «Скажи, Лючия, он хорошо себя проявил?» Лючия одарила Рогана ослепительной улыбкой и кивнула. «Как молодой здоровой бычище!» Сладко щурясь ответила она. Барри рассмеялся, вернее, попытался это сделать. Поскольку на лице его почти не осталось плоти, лишь кожа да кости, улыбка напоминала, скорее, болезненную гримассу. «Ты должен извинить мою жену», — сказал он Рогану. «Она простая сельская девушка. Привыкла все говорить напрямик, как есть, без политесов. Еще и страстная к тому же. Поэтому-то я и женился на ней три года назад, когда узнал, что умираю. Подумал, что ее тело поможет цепляться за жизнь. Но и этому скоро настал конец. И когда я увидел, как она страдает, решил, что это несправедливо. Вот и нарушил традиции нашей земли. Разрешил ей иметь любовников. Но при условии, что ни моя честь, ни честь семьи не пострадают. Так что позволь предупредить прямо сейчас. Если проболтаешься об этом хоть кому-то, натравлю на тебя своих верных гончих псов. И ты больше никогда не сможешь лечь с женщиной. Роган ответил спокойно. «Мне не нужны ваши деньги. И я никогда не болтаю о своих отношениях с женщинами». Дженка Барри окинул его пристальным взглядом. «А знаешь, твое лицо кажется мне знакомым», — сказал он. «И по-итальянски ты говоришь почти без акцента. Мы где-то встречались?» «Нет», — ответил Роган. И с жалостью взглянул на Дженка Барри. Ходячий скелет весит не более семидесяти фунтов. А лицо — точно череп, обтянутый кожей. Меж тем Дженка Барри проговорил задумчиво и неспешно, точно рассуждая вслух. «Ты искал меня по приезде в Палермо. Потом тебя навел на след американский агент Бейль. Но уж затем Тулио привел прямо сюда». Он кивком указал на своего подручного с ружьем. «Сообщил, что ты расспрашивал его, как и где меня найти. Вот я и распорядился пригласить тебя на праздник. Так что мы с тобой наверняка знакомы». Он всем телом подался к Рогану. «Тебя прислали меня убить, да?» Он снова улыбнулся жуткой своей улыбкой, потом развел руками. «Поздно, друг мой», — пробормотал он. «Я умираю. А потому убивать меня нет никакого смысла». На это Роган ответил тихо. «Когда вспомните, кто я, получите ответ на свой вопрос. Барри пожал тощими плечами. «Да неважно все это», — сказал он. «Но до тех пор, пока не вспомню, будешь гостем на моей вилле. Отдохнешь, развеешься. Будешь ублажать мою жену, и, возможно, если выкроется свободный часок, с удовольствием с тобой поболтаем. Знаешь, меня всегда страшно интересовала Америка. У меня там много друзей. Ответь «да» на мое приглашение. Слово даю, не пожалеешь». Роган кивнул, затем пожал протянутую ему руку. Когда Барри и его сподвижники вышли из комнаты, он спросил Лючию, «Сколько еще осталось жить твоему мужу?» Лючия пожала плечами. «Кто знает. Месяц, неделю, час. Мне страшно жаль его, но я молода. Хочу жить полной жизнью, наслаждаться ею, так что, наверное, чем скорее он умрет, тем лучше для меня. Но я буду плакать о нем. Он очень добрый человек. Он подарил моим родителям ферму, а мне после смерти обещал оставить имение и все свое состояние. Я могла бы обходиться и без любовников». Он настоял. И теперь я этому рада. Она подошла, уселась на колени Рогану, готовая и дальше предаваться плотским утехам. Всю следующую неделю Роган провел на вилле Дженка Барри и окончательно понял, что если убьет своего гостеприимного хозяина, бежать с острова Сицилии ему не удастся. Мафиози не составит никакого труда перехватить его прямо в аэропорту Палермо. Единственная надежда – убить Барри таким образом, чтобы тело его не смогли обнаружить как минимум часов в шесть. Тогда у него будет время добраться до самолета. Каждый день он строил планы и изучал Дженка Барри. И счел, что Дон местной мафии весьма обходительный, славный и добрый человек. Всего за неделю они сдружились. И хотя Роган занимался верховой ездой и отправлялся на пикники с лючей, где они успевали заняться любовью, куда более занимательным он находил общение с Дженка Барри. Сексуальные аппетиты и этот исходящий от нее виноградный запах начали утомлять. И Роган испытывал облегчение всякий раз, когда наступал вечер, и они с Дженка садились перекусить и выпить по стаканчику граппо. Барри сильно изменился за эти годы. Совсем не походил на безжалостного убийцу. К Рогану относился как к сыну. И вообще был очень интересным собеседником, рассказывал массу странных и занимательных историй о сицилийской мафии. «А знаешь почему? Ни одна каменная стена на нашем острове, не выше двух футов», — спросил он как-то Рогану. Правительству в Риме показалось, что развелось слишком много коварных сицилийцев, нападающих друг на друга из-за прикрытия. Вот они и распорядились ограничить высоту стен. Дескать, чем они ниже, тем меньше убийств. Полный идиотизм. Люди всегда убивали друг друга. И будут убивать. И их ничем не остановить. Согласен? И он окинул Рогана цепким взглядом. Тот в ответ лишь улыбнулся. Как-то не хотелось на сон грядущий затевать философскую дискуссию об убийствах. Барри рассказывал Рогану истории о кровопролитной вражде старых мафиозных кланов, о системе рэкета, обогащавшей мафию. О том, что каждый профсоюз стремился обзавестись своими мафиози, которые бы защищали его, но на деле те присасывались, как пиявки, и пили кровь. Существовало даже мафиозное подразделение, собиравшее дань с молодых людей, которые пели своим девушкам серенады под балконом. Якобы они их защищали, неизвестно от кого и от чего. Весь этот остров коррумпирован до основания. Но ты можешь жить спокойно, если являешься членом мафии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова